Друзья, всем привет! Сегодня протягиваем прицеп полностью. Мажем, протягиваем. В принципе, очень хорошо собирает у нас в Калининграде прицепы, потому что сняли мы, получается эту ось, эту ось пробовали, протягивали стремянки. Стремянки хорошо затянуты, ничего в принципе не тянется. Протягивается чуть-чуть, прям чуть-почуть. Амортизаторы протянули, стремянки протянули. Короче, все, что есть, все протягиваем. С этой стороны уже все готово. Я уже шпильки помазал графиткой. Все это дело графиткой, все мажется. Колеса новые, колеса новые. Долго сниматься не будут, поэтому, чтобы не прикипело, гайки, чтобы хорошо откручивались, чтобы колеса легко снимались. Все шпильки помазались. Сейчас колеса с этой стороны надеваем, на ту сторону переходим. Ну и нужно будет переделать быстросъем. У меня быстросъем на гидравлику так просто, как бы отжимается, вставляется. А здесь он накручивается, как вы видите, здесь с резьбой. В принципе, либо с резьбой, он тоже быстро все там открутил, снял. Пошел в магазин, взял колпачки. Сколько у нас получается? 60 штук до 10 штук на колесе. Ну да, 60 штук. Вот сейчас, когда все сделаем, помажем, поставим новые колпачки, оденем, чтобы все было четко. Помазали гайки. специально смазки. Чтобы не на сухую закручивать, они же здесь крутятся, чтобы все там четко было. Таким вот макаром, графиткой, каждую шпилечку. Все это дело надо мазать, чтобы потом не мучиться, чтобы все легко откручивалось, чтобы диск не прикипел, чтобы гайки откручивались легко, потому что сейчас гаечка затянутся, колпачки оденутся и будет сидеть. Все аккуратненько, чистенько. И вода сюда не будет попадать, не будет ни ржавчины, ничего. Так, все, ребята, готово. Два колеса вернее. Все помазано, поставлено, закручено, затянуто. Колпачки одел. Берем здесь. Сколько тут? 10, 10, 20 штук. Последний ось, ребят. Колечики снял уже. Сейчас пробуем, протягиваем стремяночки с той стороны. Пробуем, протягиваем стремяночки. Машину я помазал полностью, ну, в смысле прицеп. Все, что можно было, помазать, помазал. Машина была не мазана, поэтому помазали ее. Потом перейдем, протянем энергичи, протянем подушки. Ну, соответственно, мы в деле хода протягиваем все, все, что видим, все протягиваем. Короче, осталась последняя ось и, в принципе, вся. Смотрите, рамка идеально ровная. Прям можно по уровню ставить. Подсоединил быстросъем. Приподняли кузов, чтобы можно было под кузовом лазить, там смотреть, где-то что-то протягивать. Смотрится, конечно, так вот четко. Он здоровый прям, подходит мне. Под мою, как раз, машину. Переделывать, в принципе, ничего не пришлось. Только, чтобы поменяли быстросъем. Поставили новый. Ну, а так, что, все подошло, все четко на своем месте. В принципе, подвеска так-то все тут нормально сделана, затянуто, в принципе, все хорошо. Не, есть, конечно, много, что протягивается. Много каких болтов расслаблено и все протягивается. Кроме стремяна. Стремянки закручены хорошо. Но не все. Ну, по-моему, на средней оси там протянулось прям хорошо. Мы, наверное, оборота по два, по три сделали. На другой стороне оборота в пять сделали. Ну, как бы сначала легко идет, потом тяжелее-тяжелее. Но это проездим, поездим. Потом все равно нужно будет все это дело опять протягивать. Протягивать, когда все это дело сядет, нужно протягивать обязательно. Ну, а так, в принципе, грамотно все взяли. Не просто шланги все это приварены. Протики к этим протикам уже хомутами, пластиковыми трубочки. Все на свое есть, четко сделано. Ося, в принципе, такие же, как и на том прицепе. Потому что все то же самое. Тормозная система. Также мазали швалы. У меня трещотки все то же самое. Один в один. В принципе, похоже. Похоже, очень похоже. А может быть, даже эти ося и есть. Такие же, как и у меня. Резина вообще шастерная. Мишка, мишка, мишка. Мишлен. В резине, кстати, в баллонах по 7 очков. 7, 7,5, 8. А нам нужно накачивать 9. В каждый баллон по 9 очков, по 9 атмосфер. Так, ребятки, небольшой отчет. Прицеп протянут полностью. Протянули все. Все, что можно было. Все, что гаечки были. Добрались до фонарей. Разобрали фонари. Поставил такие маленькие фонарики. Фонарики диодные, которых даже просто незаметно будет. Они очень аккуратненько стоят. Вот один, вот второй. Как вы видите, они небольшие, но светит они бомба. Светят они очень хорошо. Сейчас придет шеф, подсоединит в них все грамотно. Пока он будет этим заниматься, мы делаем кранштейн. Сейчас будем делать ящик, ящик. Сейчас будем лепить как-то. Потом, что у нас останется? А, ну осталось колеса. Помазать щеплики, одеть колеса, протянуть. Вот такой у нас прекрасный маленький ящик. Здесь мы вместо нашли такое, аккуратненькое, уютненькое. Он здесь и не мешает никому. И стоит вообще великолепно. Второй такой же закажем, потом с той стороны поставим. Точно так же будет стоять. Опа! Вот вам ящичек. Здесь можно будет сделать полочку. Как вы видите, здесь есть такие прорези. Можно полочки сделать. Допустим, одну наверху полочку сделать. Сверху, допустим, форму вложить. Спецовку. Ну а снизу можно так же все что угодно. И брусочки, и не брусочки. Но это ящик у меня будет под инструменты. Здесь будут у меня инструменты. Бачок, щеточка, форма, моя спецовочка. Все здесь будет. Другой ящик уже будет у нас под ключи. Домкрат, куда пойдут всякие поддомкратненькие брусочки. И еще как огонь будет в цвет. Будет как родной. Один здесь встанет, а другой с той стороны. То же самое там место есть. Другой с той стороны встанет. Будет на своих местах. Так, шефа очки бы не раздавить. Здесь мы не стали ничего делать. Я думал, здесь куда-то... Здесь, во-первых, фонарь стоит. Будет мешать, если здесь куда-то ящик ставить. Здесь у нас противоткатники. Да и как-то вот это вот у нас толсто. Ее не просверлить, если его куда-то здесь кронштейны какие-то делать. А вредь особо как-то не очень хочется в раму варить. Либо в раму сверлить. Поэтому мы сюда не будем никакой ящик ставить. Возможно, умывальник. Но умывальник мы, наверное, скорее всего, сделаем здесь где-нибудь. Будет здесь у нас... Нет, здесь кнопки с той стороны. Там нету кнопок. Видите, там дырочки. Вот мы там умывальник потом поставим. Ну, сейчас уже ближе дело к зиме. Умывальник не так важен, потому что умывальник будет сейчас... Вода все равно будет замерзать в умывальнике. Поэтому она нам, в принципе, не так кипит. Нам самое главное сейчас речь поставить. Потому что мне спецовку свою вложить просто тупо некуда. Вот сейчас я отремонтирую. Все это дело аккуратненько в пакетик сверну. И куда мне ее вшивать? В кабину. Под сиденье, в спалку. Ну, как-то тоже не очень хочется. Поэтому такие, друзья, дела. Но фонари мне с заднего хода вообще нравятся четко. Там разные есть. Были здоровые. Квадратные всякие. Прямо там, блин, прям под самый номер. Ну, они будут такие здоровые были. Но свет-то не одинаковый. Мы эти пробовали, включали эти. Поэтому они светят у нас отлично. Отлично. Маленькие два. Я, кстати, работал когда на Мане. На Мане вот такие же стояли два. И светят они вообще великолепно. Там фонари 6 диодов. Этого достаточно. Здесь будет задний ход. Ну, эти будут два заднего хода. Они вообще лупят так нормально. И я это направил чуть-чуть в эту сторону, повернул. А тот повернул чуть-чуть в ту сторону. Поэтому ночь можно сдавать будет хоть куда. Будет свет великолепный. Ну, и они, в принципе, просто как бы не портят вид. И стоят на месте. Поэтому, друзья, такие у нас дела. Ничего страшного, что они маленькие. Можно было бы больше поставить. Но больше мне не нравится. Вот они сам это не портят никакой вид абсолютно. И светят они тоже отлично. Поэтому меня это устраивает. Ну, и там поставим ящик. Здесь ничего лишнего не будет. Не будем ничего колхозить там. Поэтому ништяк будет. Все будет четко. Сегодня доделаем, собираем. Завтра едем на учет ставим. Номера эти у нас. Так просто, как транзитка. Мы скинем. Поставим наши номера. Завтра поедем. Сейчас надо все собрать, все сделать. Помыться. И завтра с утра пораньше ехать стоит на учет. Сань, не греми. Саня наш водитель с Даффа. Дафф, который Юрика был. 609. Вот он. Тормоза, тормоза меняет. Опа, моя наклеечка родная. Не боится ничего. Ни воды, ни грязи, ни мух, ни керхера. Ничего. Отличная наклейка. Так что, друзья, все такие вот дела. Все у нас, в принципе, помазано. Все смазано. Осталось нам совсем чуть-чуть-чуть. Будем дальше заниматься. Все, ребятки, уже стемнело. Все сделано. Все готово. Помазано, прокручено, протянуто. Все готово. К бою, так сказать, готов. Осталось... Что нам осталось? Завтра поехать. На учет поставить завтра. Вот видите, как здесь ящичек встал. Как у себя дома, правда. Никому не мешает. Сделали шикарный такой кронштейн. Все нормально тут закручено. Все четко. Открывается нос. Кверху вот открылся. Здесь у меня будет форма. Моя спецовка. Положил пока шланг подкачки. Что я здесь сделаю? Поставлю здесь потом полочку. На эту полочку у меня будет заезжать наверх. Подкачка. Вот. Потом пониже сделаю полочку. Здесь у меня будет чисто форма. Буду складывать в свою спецовку. Ну а снизу Здесь пространство останется. Здесь прям четко заезжает Чемоданчик с ключами. Закрывается он тоже. Отлично. Даже можно Здесь пространство такое там Колечко. Можно замочек маленький. Либо замочек маленький. В принципе, кто там будет лазить? Никто, кроме меня. Так, в принципе, друзья, все четко. Все готово. Готово. Протянуто, помазано. Можно ехать работать. Все готово. Все. У нас на мази. С этой стороны, друзья. Ну, уже просто темнело. Не буду вам ничего снимать. Так, в принципе, особо рассказывать. Все, что уже мог снять, вам сигнал показал. Единственное, что мы оставили противоткатники. Мы хотели убрать. Хотели на это место ящик или умывальник. Решили раму не трогать и сюда ничего не колхозить. Поэтому все останется как родное. Пусть он здесь будет все на своих местах. Колпачки в цвет. Все помазалось, закрутилось, затянулось, протянулось. Все отлично, великолепно. Все, друзья, я поехал домой. Надо чуть-чуть поспать, отдохнуть. Приехать надо будет мне в часиков, наверное. Короче, сейчас у нас время девять. Сейчас поеду домой. Посплю, наверное, в часиков я до трех ночи. Даже можно до четырех поспать, четыре встать. Приехал сюда к пяти. Пять утра сюда приехать. Забираем машину. Едем мы ставить ее на учет. Еду я ставить в Сухиничо. Потому что у нас здесь по Калужской области, друзья, представляете, у нас кончились номера. На учет поставить просто нереально, потому что нет номеров. Либо Москва, либо Тула, либо Сухиничо. Ну, Сухиничо, это Калужская область. Там можно поставить. Мы позвонили, вроде номера есть. А в Калуге нету. Поэтому поедем в Сухиничо. Вот мне надо... Отсюда Сухиничо где-то сто километров. Но вот мне надо туда хотя бы приехать часиком к шести, к семи, чтобы занять очередь. И с утра будем ставить на учет. Завтра ставим на учет, потом нашу на монтаж. Я переворачиваю переднюю резину. Хочу баллоны передние перевернуть. Они у меня прошли где-то две восемьдесят три тысячи. Да, восемьдесят три где-то они прошли. Надо их перевернуть, чтобы хотя бы еще столько же отбегали. Все, друзья, такие дела. Всем спасибо, что смотрите, поддерживаете. Как вам прицеп? Как смотрится, не смотрится? Пишите, если вам нравится прицеп. Напишите, как. Друзья, отвечу вам на вопрос. Те, кто пишет, какая разница. Типа, по-моему, одно и то же. Для кого-то разницы нет. Для кого-то разница просто как там кто-то пишет. В принципе, говорит, ничего не поменялось. Тут был красный и стал посветлее, серебристый. Цвет металлика. Ну или что, то, говорит, цвет поменялся. Для кого-то, друзья, просто цвет поменялся. Для кого-то поменялся целый. Ну, можно так сказать, целый. Полсцепки, полприцеп. Это же качество, это, друзья, я не знаю, как вам объяснить. Сравнить вам русскую машину, взять, допустим, любую Ладу, просто русскую машину и давайте возьмем какую-нибудь иномарку. Просто иномарку и сравните, попробуйте, Приору, Гранту, я не знаю, любую тачку легковую русскую и сравните с каким-нибудь, я не знаю, тем же, я не знаю, Мерседесом, БМВ. Ну, сравните, как-то сравниваются, нет, не сравниваются. Потому что Нифас, кузов, это наш, российский, как бы, это у нас в России делает. Поэтому он и считается русским прицепом Нифас. А этот Грюнель, он вроде бы, как бы, хоть и собирается у нас в Калининграде, но вы не представляете, как все четко там сделано. У нас Нифас протягивался абсолютно полностью, все тянулось. У нас тянулись тремянки, все болты, гаечки. У нас затягивалось, друзья, абсолютно все. Любая гаечка, любая, абсолютно, болтик, все, что вы видите, берете, тянете грудь, и все затягивалось, абсолютно все. А здесь практически нереально было что-то затянуть. Здесь затянуто все очень грамотно и очень все так хорошо. Протянулось парочку энергочей, чуть протянулись, тремянки там протянулись местами, все, больше ничто в принципе не протягивалось. Ну там по мелочке болтики еще протянулись. Но самое главное теперь душа спокойна, что все затянуто, все там, я не знаю, все грамотно затянуто. Я сейчас сяду и поеду и спокойной душой буду работать и знать и понимать, что машина просто, я не знаю, хорошо затянуто, все протянуто, смазано, сделано, можно сказать, моими руками проверено. я просто буду знать, что я сейчас поеду, и у меня по дороге не отвалится ни на рогач, там и подушка не открутится, потому что я каждый болтик, каждую гаечку все протянул. Так что, друзья, такие дела. Все, всем спасибо, всем пока, я поехал до дома отдыхать, осталось мне чуть-чуть там отдохнуть, поэтому, друзья, до нового видосика, я думаю, скорее всего, может быть, даже завтра ночью я уже попробую работать. Так что, друзья, скоро вы увидите, как он себя ведет, как он груженый ходит, как... Будем вместе с вами смотреть. Все, друзья, всем пока.